Девушки отдыхают Дата выхода «Гениальный Death Stranding» была слита в сеть канадским подразделением магазина Walmart, который обозначил датой выхода игры 30 июня 2019 года. Это, конечно же, не Amazon с их сливами в особо крупных и точных размерах, но Walmart уже не первый раз наступает на подобные грабли. Напомним, что в мае этого года магазин устроил слив десятка неанонсированных проектов, которые представили чуть позже уже в течение этого же месяца. Так что верить всему этому или нет вопрос довольно каверзный, ответ на который мы, скорее всего, узнаем уже на грядущей ТГА-2018, куда, к слову, завезут и новенький трейлер по игре, который и должен будет нам показать, можно ли повышать планку доверия к сливам от Walmart. А вот что знать не очень-то и хотелось, так это то, что и без того изможденные тела серии Dragon Age все еще не перестали тыкать палкой, в надежде выявить признаки денег. По заявлениям главы BioWare Кейси Хадсона разрабатывается некий секретный проект по эре драконов, который в следующем месяце покажет нам свое лицо. Не будем загадывать четвертую это часть или, боже упаси, еще одно пополнение в копилку мобилок. Узнать точно, что ожидает нас под этим капюшоном неведения, можно будет на церемонии, название которой мы говорили не раз и, возможно, еще не раз скажем. ТГА-2018 Было анонсировано второе пришествие Бегущего по лезвию в мир аниме-адаптаций. Проект будет носить гордое имя Black Lotus и будет являть собой аниме-сериал, состоящий из 13 внимания эпизодов. Увидеть сериал можно будет на Adult Swim, правда, когда, пока неизвестно, а к его созданию приложит руку человек, подаривший миру ковбоя-бибопа, Синнитора Ватанабе. Так что проект приказал ждать. Напомним, что ранее Раннер уже забегал в мир 2D со своим Blade Runner Blackout 2022, который, к слову, вышел крайне добротным и крайне рекомендуемым к ознакомлению. А меж тем, в попытках остановить непрекращающуюся волну хейта в адрес Blizzard, комьюнити-менеджер компании под ником Nevalistis, 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 а пофигу, сами разбираетесь, сообщил, что в следующем году будет анонсировано аж несколько проектов по вселенной Диабло, которые, может быть, даже не связаны с мобилками. Впрочем, хоть очаги фанатов чуть-чуть да поугасли, но кто знает, с какой силой они разгорятся вновь, если вдруг Blizzard решат анонсировать по вселенной все, что угодно, но не четвертую часть. Остается только гадать. Из-за текучки потенциальных денежных мешков с платформы Steam Valve внесли изменения в долю выручки, которую компания получает с продаж игр на своей платформе. Теперь вместо фиксированных 30% с продаж карман Габена будет пополнять лишь 25% после продажи миллиона копий. А если вы у мамы успешным геймдевом промышляете, и ваше детище разойдется более чем в 50 миллионов копий, то Valve будет довольствоваться лишь 20%. Напомним, что подобные изменения были вызваны тем, что почти весь поток осенних релизов обошел площадку Steam стороной. Игровое сообщество уже не удивит необычными кроссоверами разных игр. Но следующий случай можно назвать чем-то необыкновенным. Создатели PUBG Mobile начали свое сотрудничество с Capcom, из-за чего свергнутый король батл-роялей получит в свои ряды различную косметику, связанную с ремастером Resident Evil 2, и даже, возможно, обогатиться некими тематическими режимами. Так что начинайте откладывать свои кровнозаработанные на очередную коробку со скинцами, если раньше всех, конечно же, хотите прикоснуться к новой Resident Evil, хоть в каком-то виде. Ну и напоследок, компания Rocksteady поведала, что никакого Супермена в игровой обертке ждать не стоит. А его кто-то вообще ждал? Но зато некий проект все-таки готовится, но Лигу Справедливости ни в коем образом он не затрагивает. И что удивительно, это пока первый проект, после слива которого его не привезут на ТГА-2018. Так что можете дружно начинать гадать в комментариях, кому же из обладателей латексного или нет костюма выпала честь пройти в этот мир под эгидой носорогов. Ну а на этом наш новостной поток прекращается, а значит ожидайте нашего следующего пришествия на следующей же неделе, попутно пройдясь по нашему колокольчику с его верными друзьями, лайком и подпиской, иначе следующий кроссовер от Capcom, который мы увидим, будет с Майнкрафтом. Да защитит вашу активность в честь Capcom! Субтитры создавал DimaTorzok